Мемориальный состав поезда «Победа», окутанный клубами паровозного дыма, 26 октября торжественно въехал на конечную станцию «Ульянов-Центральный». Позади Нижний Новгород, Казань, Свяжск, Боа, Бурндуки. За паровозом тянулся состав с ретротехникой, которая участвовала на полях сражений Великой Отечественной войны. Это и знаменитая «Катюша», и полуторка с пулемётом «Максим», и танк Т-34. Ровно 80 лет назад, в ноябре 1942 года, такой же состав впервые проехал по Волжской и Ракаде, стратегической железнодорожной ветке, соединившей фронт и тыловые предприятия в сторону Сталинграда, где на тот момент шли ожесточённые бои по освобождению города от фашистов. Особенно, когда увидел паровоз идёт, душа прям затрепетала, так сказать. И действительно, очень символичные моменты, вот такие прошлые, особенно военные, они подчеркнуты, и вот очень много народу пришло. Даже непонятно было, как можно паровоз поднять, организовать всю технику. По Волжской Ракаде в годы войны прошло более 4 тысяч эшелонов. Это 220 тысяч вагонов с техникой, медикаментами, продуктами, орудиями и танками. Сооружение Волжской Ракады сыграло ключевую роль в победе советских войск в Сталинградской битве, которая ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В 1942 в январе был подписан указ о строительстве Волжской Ракады. Волжская Ракада – это обводной путь по правой стороне Волги от Свияжска до Сталинграда. Для того, чтобы доставлять грузы, продукты, питание, работали буквально все. Участок железной дороги в 978 километров в военном 1942 году был построен за полгода практически вручную. Только на участке от Ульяновска до Сызрани на стройке работало до 15 тысяч человек. Это в основном женщины, подростки и старики. А от Свияжска до Сталинграда возводили железную дорогу до 100 тысяч человек. Безусловно, это был трудовой подвиг народа. И вот тогда применялись очень интересные технологии. Вот сегодня бы мы назвали их, как бы сказать, экономически нецелесообразными. Поезд подходил к месту стройки, разгружался, и паровоз вместе с вагонами отправляли под откос. Его место занимал следующий. Фактически в разы скорость строительства была за счет этого увеличена. То есть, если бы вот этого не сделать, вывести поезд с перегона было фактически невозможно. То есть, строительство бы растянулось на несколько лет. И именно вот такой метод он позволил в кратчайшие сроки сделать вот такие вещи. Все инструменты и материалы, которые использовались во время строительства Волжской ракады, теперь можно увидеть в музее железнодорожного вокзала. Ульяновск – это одна из станций, да, соединяющая Волжскую ракаду. И имеет значение, конечно, каждой станции. Но Ульяновск, она еще и станция узловая, и имела, конечно, большое значение. Ну и не забываем, что Ульяновск в годы войны, да, какую роль он играл, и начиная с 41-го года, это эвакуация, это училище, это все. Это кадры, это рабочие силы управления. Поэтому большая заслуга ульяновцев в строительстве этой ракады. Отдавая дань памяти трудовому подвигу строителей Волжской ракады, руководителей Куйбышевской железной дороги, представителей органов власти, ветераны-железнодорожники и сотрудники магистрали приняли участие в церемонии возложения цветов к стелле «Город трудовой доблести». Ирина Антонова, Данил Сурков, Улправда ТВ.